Всем здравствуйте! Сегодня буду вам показывать целый шкаф цветного стекла. И начну сначала вот с этой полки. Тут на этой полке расположились кое-какие вазочки, которые остались у нас в наличии, небольшие. Вот эти. Гутная техника. 60-70-е годы, но скорее всего конец 60-х. Смотрите, одна чуть светлая и одна вот янтарная, которая пришла, кстати, к нам совсем недавно. Из-за них же пришла сразу же вот эта беленькая. Беленькая у нас уже была в наличии, если вы помните. Ее у нас забрали. Причем забрали у нас ее сначала два раза. Там целая история. Итак, вот такая вот красивая беленькая змейка выполнена. Очень красивые насыщенные цвета. Такие вот пятнушки. И следующая вот такая вот янтарная. У нее красивые желтые-оранжевые пятнушки. Все то же самое, только здесь более темный цвет. Высота их 24 сантиметра. И цена каждой вазочки 1000 рублей. Такие вот они красивые. Так, следующий переходим вот к этой желтенькой, к рельефной. Посмотрите, как у нее выполнено донышко. Эта рельефная. Уходит в такую желтизну. У нас был, кстати, такой же кувшин. Этой вазочке точно такие же желтенькие стаканчики. У нас в наличии их 6 штук. Дополнение к такой вазочке тоже будет прекрасно смотреться. Мне очень нравится этот желтый цвет. Особенно он не такой яркий, насыщенный. Он идет больше к низу. Вот эта насыщенность проявляется. Вообще очень красивый комплект. Вазочка 1000, стаканчики по 100. Рядом, посмотрите, какая роскошная синяя кобальтовая ваза. Сейчас ее пытаюсь держать в одной руке, потому что она очень-очень тяжелая. Здесь выполнен вот такой вот олень. Красивая и тяжелая одновременно. Вот такая вот роскошная ваза. Она очень тяжелая. Здесь вставка, это бронза. И стекло такое вот кобальтовое, толстое достаточно. Ваза на самом деле роскошная. И когда она переливается при солнце, это, конечно, безумно красиво смотрится. Честно, я бы даже такую себе домой взяла бы. Но просто я думаю, думаю, с чем я буду сочетать это все дело. Такая ваза по высоте 21 сантиметр. Цена такой 2500. Переходим к низу. Это здесь наши наборы или отдельные кувшинчики. Вот такой вот кувшинчик. А он пятнышками. Это 70-е годы. Гудная техника. Посмотрите, какая здесь красивая рельефная ручка. Очень красивая. И вообще цвет самой вазы, конечно, тоже интересный. Здесь такие синие, оранжевые, яркие, белые пятна. Конечно, как кувшин. Кувшин для соков, кувшин для воды, конечно, будет выглядеть просто замечательно. Он стоит 1000 рублей. Мне очень нравится. Нравится, как это все смотрится. Выигрышно. И особенно эта ручка. Здесь 20-21 сантиметр. Он не маленький. Цена 1000 рублей. Рядом здесь расположился набор Чехословакии. Такой, видите, лавандовый, фиолетовый. Здесь штоф. С такой вот крышечкой красивой. Нету ни сколов, ни трещин. Прекрасная крышка. Она достаточно тяжелая. Штоф вот такой вот невероятной интересной формы. Посмотрите, какая горловина узкая. И потом идет, как песочные часы. Начинает расширяться к низу. Глядит красиво. Особенно вот этот перелив от светлого к темному. Мне очень нравится это в старом стекле. Это 70-е годы, Чехословакия. К этому штофу идут вот такие вот наподобие лафитников. Небольшие рюмочки. И они на ножке. Вот такая вот ножка. Тот же самый цвет, который переходит к такому вот от светло-лавандового к такому достаточно яркому лавандовому цвету. Они очень тонкие, очень хрупкие. С ними, конечно, нужно поосторожнее. Цена такого набора 2,5. А дальше посмотрите, какой роскошный, какой яркий янтарный набор. Это тоже Чехословакия. 60-е, 70-е годы. Скорее всего, середина 60-х. К нему идут вот такие вот стаканчики. Стаканчики с ромашкой. Ромашка это позолота, которая никак не отходит, не стирается. И ободок выполнен в идеальном состоянии. Тоже позолота. Вот такие вот янтарные стаканчики. Их в наборе 4 штучки. И сам кувшин. Кувшин, посмотрите, какой толстый. Толстое стекло. И даже сохранилась наклейка. Это богемия Чехословакия. Очень интересная сама ручка. Достаточно тоже толстая, но красивой формы. Здесь тоже выполнена вот такая вот ромашка. Просто роскошно. И цена такого вот набора 3,5 тысячи. Не забываем, что всегда к заказу есть скидочка. Поэтому пишите сразу на WhatsApp, если вас что-то заинтересовало. Я его прикреплю и оставлю. Итак, теперь переходим к салатникам. К чему-то интересному. И мы даже видим, здесь есть феница с ручкой. Такие вот небольшие корзинки. Итак, начнем с вот этого. Смотрите, какая красивая вареница карамельного цвета. Здесь выполнена вот такая вот резьба к низу. И тоже вот этот переход от светлого к темному. Красота. Для варенья и самое то. И для небольшого количества черешни. Что-нибудь такое тоже очень красиво, конечно, выглядит. Такая вот карамельная. Я называю это джемница, вареница. Мне очень нравится. Она, кстати, очень красиво переливается, когда светят какие-нибудь лучи. Тоже красота. И цена такой 600 рублей. Такие вот янтарные салатники. Здесь тоже выполнена техника гудная. Посмотрите на сами эти концы. Как они выполнены такой техникой. Он не то чтобы желтый. Он идет в такую вот янтарную желтизну. Осеннюю. Очень красивая. И тут выполнены вот такие вот мелкие-мелкие пузыри. В наличии таких две салатницы. И они по 500 рублей. Если мы переходим к салатникам. Это у нас три таких салатника. Они очень тонкие. Очень красивые. У них очень красивый цвет. И даже напоминают на урановое стекло. Но на самом деле я светила. И это, к сожалению, не урановое стекло. Если бы это было урановое стекло. Конечно, цена была бы намного выше. Они очень тонкие. Очень легкие сами по себе. У нас в наличии таких три штуки. Они абсолютно идентичны. И как наборчик можно взять. Цена одного салатника 800 рублей. Всеми любимая ваза с резьбой. Прессованное стекло. У нас наконец-таки появилась она в наличии. Все разобрали. Мне все пишут. Многие. Поэтому не переживайте. Такие вазочки будут у нас в наличии. Просто дождитесь. Я каждому из вас на WhatsApp скину уведомление. Оповещу. И у нас в наличии вот такая вот появилась с резьбой. Все то же самое. Только вот такого вот красивого, яркого, синего цвета. Три шва. И, кстати, нету клейма. Значит, старое стекло. Немоверной красоты. Посмотрите, вся ножка выполнена в пузыриках. Красота. У меня дома такая лежит. И я теперь думаю, а может мне синюю взять? И цена такой вазочки 3000. Это тоже зеленое стекло. Здесь выполнена вот такая вот сеточка. И даже есть клеймо. По клейму это гусь-хрустальный завод. 60-е, 70-е. Красота. Кстати, он не маленький. И у него нормально поместится или салат, или какие-нибудь фрукты. На лето самое то. Да и даже сейчас всем нужна какая-то яркость. То, чего нам не хватает в жизни. Цена такого салатника 800 рублей. Вот такая вот новинка. Лазочка. Она с такими вот пятнышками. На таких вот лапочках стоит. Мне нравится. У нее волнистый такой круг. Это 70-е годы. Выполнена тоже гудная техника. Такие вот мелкие-мелкие пятнышки. И она, кстати, небольшая. В мою коллекцию она бы с удовольствием бы вошла. Но я просто немножко собираю совсем другое. Но тоже я собираю маленькие вазочки-корзинки. Такая вот красота. У нее достаточно тонкая ручка. И она вообще смотрится очень изящно. Как конфетница. Как для своей коллекции, конечно, такую вазочку стоило бы иметь. Мне очень нравится. И она 1200. Остался в наличии всего один салатник. Для моего видео мне пришло очень много сообщений про как раз-таки эти вазы. У меня такая она ярко-синяя. А в наличии у нас вот такие вот дымчатые, синеватые, но тоже очень красивые, элегантные. Тут даже есть клеймо. И цена такая была раньше 77 копеек. Невероятной красоты. Они по 800 рублей. Мне очень нравится. Я его дома использую. Под фрукты, конечно, смотрится великолепно. Видите, вот этот салатник, он по шире и не такой глубокий. Он тоже очень красивый. Он прям синеватый. Мне очень нравится. 800 рублей. Последнее, что я вам покажу вот из-за этой полки. Это вот такая вот корзинка для конфет. Она, видите, большая по сравнению с той, которую я вам показывала. Она подходит, кстати, вот такому вот набору. Она не малиновая. Тоже очень красивая. У нее выполнена вот так ручка. Такая больше в розовину. Ну и при этом какая-то фиолетовая, но светленькая. Очень красивая, тяжелая. Тоже на таких вот лапочках. Просто красота. Для конфет, для печенья, конечно, будет смотреть прекрасно на столе. Я знаю, что есть любители, которые собирают цветное стекло. И вот такая вот вазочка полторы тысячи. Выходим к самой интересной полке. Здесь есть даже кое-какие новинки. И вообще здесь очень красивое цветное стекло. Так, с чего бы я вам показала и с чего бы я хотела бы начать. Вот такая вот конфетница. Чехословакия. Невероятной красоты. Она такая вот рогатая. Для конфет. Кобальтовая. Она, конечно, очень роскошная. Мне очень нравится. И у нее, видите, вот такой вот переход. Прозрачный. И как пятнами такими. Кобальтовый такой синеватый. Вот такая вот вазочка на ножке. Посмотрите, ножка-ножка узнаваемая в пузырях. Это неман. И даже есть клеймо неман. Тоже, что бывает очень редко. Три шва. И такая полторы тысячи. Здесь выполнена прессовка. Много пузырей. Такого вот она желтоватого. Даже не карамельного. А тоже янтарного. Такого цвета. Приглушенного. Очень редкая вазочка считается. И она небольшая. Как реманка. Хочу вам показать вот такую вот достаточно тяжелую. Это гутная техника. У нее края выполнены в такую. Сначала черноту. Потом янтарь и в желтизну, которая отходит. Это Чехословакия. Семидесятые годы. А снизу это вот такой вот морской цвет. Переходящий. Очень красивая и тяжелая ваза. И цена такой вазы 3000. Красота. И она очень тяжелая. Это очень хорошо для цветов. Чтобы ваза ни туда, ни сюда. Так, вазочка. Последняя ваза. Ой, какая она тяжелая. Какая она все-таки роскошная. Здесь выполнена вот такая вот змейка. Она идет в такую вот голубизну. Это очень такая достаточно редкая работа. Я такое, честно, не встречала пока что. Именно в такой даже расцветке. Да и в других расцветках тоже. Здесь, посмотрите, края гутные. И они ярко-ярко такого кобальтового цвета. А сама вазочка полупрозрачная. С таким вот голубоватым-синеватым оттенком. Красота. Мне очень нравится. Тоже 3000. Ими известный графин. Графин Рябина. Здесь выполнена вот такая вот крышка. Красота. Крышка, видите, здесь тоже прессовка. Это не резьба, а прессовка. 60-е годы. Достаточно широкие. Красивая. И цена 1000 рублей. Показываю вам вот такую вот корзинку. Посмотрите, здесь выполнен вот такой вот выпуклый значок. Она прям малиновая. Очень красивая. Тяжелая. И ручка у нее выполнена вот с такими вот рельефными краями. На ручке посмотрите, какой большой пузырь. Тоже для конфет. Конечно, прекрасная вещь. Очень жаль, что такие даже в современном мире не делают. Потому что такие вещи, конечно, стоят того, чтобы они лежали у нас дома. И цена такой полторы тысячи. Чехословакия. Такой вот большой, достаточно длинный графин. Длинный, узкий. Очень красивый. И у него очень толстая ручка, которую очень удобно держать. Он такой карамельно-янтарный. Мне очень нравится сама форма графина. Она достаточно высокая. Я люблю цветное стекло. Меня это очень сильно интересует. И я, можно сказать, даже собираю красивое цветное стекло. Вот такой вот графин 2000. Смотрите, какой цвет. Очень редко такое встреча. Хочу еще раз повторить, что фиолетовый. Вот такой вот цвет. Он, конечно, очень редко встречается. И его часто путают, кстати, с александритовым стеклом. Но это немножечко другое. Это, конечно, красота. Посмотрите, какой большой, высокий. И вот такая вот ручка выполнена. Широкая, изящной формы. Горлышко. И он тоже идет, как песочные часы. У него горлышко узкое. Потом он к низу расширяется. Но потом все равно сужается. Красота. Неимоверная. Цена такого кувшина 2500. Показала все цветное стекло, которое есть в наличии. Она, конечно, роскошная. Поэтому все на ваш вкус. И есть и графины, и вазы, и корзинки для конфеты, и вообще конфетницы, креманки. Появились, наконец-таки, в наличии у нас вот эти вазочки, которые вы все ищете. И салатники есть. И, конечно же, я всегда делаю вам скидочку. Пишите мне сразу на WhatsApp, если что-то вас заинтересовало. Мне очень нравится, что цветное стекло возвращается в наше время. Что люди, наконец-таки, начинают постепенно понимать, что посуда важна. Что это, как ни крути, все для нашего дома. Тем более, это память. Память о детстве. И, конечно, такую вот яркую посуду иметь дома, это великолепно. Это для поднятия настроения, для веры в лучшее. Поэтому старайтесь создавать красоту вокруг себя, красоту на своем столе, красоту красивых сервировок. И я думаю, что тогда, может быть, немножечко в вашей жизни что-то тоже поменяется. Поэтому спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго.